Десятки твоих самых тупых поступков. Ты видел, как он за тебя волновался. Эй, без него она бы нас тут сгноила. Я боялся, что нас засадят на подольше, если он погибнет. Это было так мило. Я вас ненавижу. Я думал, отчего они спятили, и это не яд. Почему? Был бы у них в крови яд, его бы тоже высосало. Я про ту церемонию на скале. Так, Грут. Кажется, я знаю, где мы. Надо только попасть в тоннели на той стороне. Я и Грут. Я почти уверен, нам сюда. Почти уверен? В прошлый раз тут все было в огне. Хочешь, могу устроить. Нет, ракета. Нет. В отчет для пса. Грохот продолжается. Это разве не кусок корабля-обеднителя? Объединителя. Да пофиг. Они упоминали, что Рейкера арестовали по той же причине, что и нас. Не совсем по той же. Он что-то искал в карантинной зоне. Ники говорила, он ловил богов на свалке. Что за божество обитает в карантинной зоне? Такое, которое нужно держать в карантине. Если это не яд, то как еще объяснить экстрамное поведение? Может, кто-то рвется к власти? Кто-то, кто мастерски умеет влиять на сознание? Хочешь сказать, на мир осознание? Ни у кого нет идей, что именно этот пылесос в переростах делает с контракцией? Есть. Все мрачные. Не думал, что вы, девочки, провалились так глубоко, Питер Квилл? Я не провалился. Я прыгнул. Как герой. И как вы с Ники тут в прошлый раз пробрались? Да вроде ничего на проходе не было. Только огонь. Врубай свой визор. Придумай что-нибудь. Гамора, помоги-ка мне здесь. Сейчас, Питер. Шума больше, чем от Кататианина, оставшегося без замка. Да уж, надо нам тебя покормить. Когда мы сегали в дырку, Нова что-то нам говорили об Объединителе. Я тоже это слышала. Вот чёп для пса. Мрак упомянул Объединителя. Так что, все согласны, что Центурионша с девчонкой вряд ли выжили? Карел пережила ужасы войны. И роман с Питером. Но я готов поспорить, здесь они не выжили. Ты готов поставить деньги на смерть матери с ребёнком? А если мертва лишь одна? Ники – невероятно находчивый подросток. А Карел – боец. Я готов спорить, что они обе живы. Ладно, но не забудь, кто выиграл наше последнее Бористое в карантинной зоне. Да, спасибо, что напомнил. Я начинаю подозревать, что за всем этим стоит Рейкер. Улики ведут нас к этому. Надеюсь, это так. И псины тогда пусть утрётся. Будь там осторожен, Питер Квилл. Да, в прошлый раз тут явно меньше искрила. Проверь, не плавает ли там где-нибудь труп девчонки? Ракета! А что? Надо все варианты проверить. Послушай, Дракс, я хотела у тебя кое-что спросить о кататианской культуре. Ищешь слабое место, чтобы нанести удар? Ищу общие темы. Ладно, забудь. Ого! Побереги! Ты в порядке? Я есть грудь. Грудь говорит, пора думать, как отсюда выбраться. Я есть грудь? Мы думаем найти ответы на наши вопросы и вызвать космо. На ваши вопросы. Питер Квилл, мне не нравится, как этот робот на меня смотрит. Ты случайно Ники не видел? Прости. Что? Ты хорошо себя чувствуешь? Это один из роботов Ники. Она им всем имена даёт. Заботь. По нему не скажешь, что о нём кто-то заботился. Питер Квилл, это место не кажется мне безопасным. Лучше так, чем когда в тебя стреляют. Ты говори за себя. А ты предпочёл перестрелку? Лучше стрелять в того, кто тебе не нравится, чем искать того, до кого нет в земле. Нашему предводителю, похоже, есть. Так и нам следует сделать вид. Я не сомневаюсь. Осторожно, Питер Квилл. Так, мне кажется, в прошлый раз тут никакого зелёного газа не было. То есть смертельно опасного зелёного газа. Тут сплошная сердоносная западня. Ведь есть какой-то способ запаять эти трубы. Да, уходи, а есть. Потому что я водоставаться не отобираю. Как насчёт твоего магического ледяного оружия? Или, быть может, тебе нравится вдыхать пьянящий аромат смерти? Славно. Вот так. Отстынь. Да, это убого даже по твоим стандартам. Снова газ смерти. Может, Ники и Коррел используют его, чтобы защититься? Чувак, знаешь что? Ты ведёшь себя, как последний кретин. Даже хуже, чем обыдь. Я чувствую напряжение. Может, уже перестанете оба? Согласен. Или помиритесь, или сразитесь насмерть. Эй, это не моя вина, что команда разваливает. Послушай, ракета. Я знаю, что порой веду себя отстойно. Все мы такие. Уверен, именно это нас исплотило. Я не отстойен. Я к тому, что вы все мне дороги. Но прямо сейчас опасность грозит не вам. Ведь Ники всего лишь подростки. Но у нас что-то не отдаёшь туда, я что-то. Вот будь уверен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В отчёт для псов. Это точно правильный путь, Питер Квилл? Нам не туда. Я осматриваюсь. Секретное убежище Ники совсем близко. Ну да, после того, как заглянем сюда. Постарайтесь ничего здесь не сломать. Это место для неё важно. Ого. Это всё Ники нарисовала? Ничего тогда. Ники! Девочка, покажись нам! Советую вести себя менее угрожающе. Это Питер! Пират! Ники! Мы не будем тебя убивать! Нам нужно попасть в комнату. И снова спасибо тебе, ключ Ники. Берегись, Питер Квилл. По опыту скажу, дети из игрушек ловушки делают. Это не Ники, а моя. Так мы разбираем её вещи, я бы тогда... Нет, в прямом смысле она принадлежала мне. Эээ, Квилл, тебе стоит это увидеть. Девчонка тобой бредит. Почему? У неё твоя игрушка. Да я просто дал её Карелл, когда мы встречались во время войны. Так, на память. Это ничего не значит. А это значит что-нибудь? Сколько лет ребёнку? Двенадцать. Ха! Какая радость, Питер Квилл! Ты будешь скверным отцом. Но если ребёнок мёртв, в этом случае не важно. Погоди, погоди. Ты нас за этим притащил? Конечно. Ребёнку двенадцать. И Питер Квилл был с матерью двенадцать лет назад. Это факт. Да, хорошо. Сроки вроде как совпадают. Значит, это возможно. В школе это не преподавали. Обалдеть. Ладно. Давайте убедимся, что Карелл и Ники целы. Они явно не здесь. Так что пойдём искать дальше. Может и нет. Может, вот он, её отец. Я уверен, её здесь нет. Кажется, он не свыкся с этой мыслью. Хм. Недурной верстак. Для девочки. Думаю, Ники не будет возражать, если мы им воспользуемся, а, ракета? Даже если будет, мне плевать. Так что мы там делали? Поздравляли тебя с такой дочерью. Так, тут слева должен быть проход в каюту Карелл. Ага, вижу. Не факт, что там изнутри не заперто. Посторонись, связный папаша. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смешно. Ребят, а можно не смеяться на эту тему? Я переживаю за них. Я способен сочувствовать тебе и шутить над тобой одновременно. И я. Может, спросить у кого-нибудь дорогу? Я есть хруут. Эй, я способен попросить о помощи. Помоги мне закончить с идиотским заданием. Во, видишь? Че? Вынужден признать, Квилл, твоя Ники недурно тут все устроила. Как она свой терминал от аварийной сети запитала? Я же говорил, она смышленая. Тогда, возможно, она действительно не твое дитя. Да, это точно. Нет в ней твоего фирменного слабоумия. А может, тогда она в маму пошла? Ну, хоть немного глупостей ей должно было передаться. Если бы у меня была дочь, она точно была бы круче и сообразительнее всех. Прям как Ники? Ну, да, наверное, да. Не-е-е-е, пацанка явно в мать пошла. В этом лифте мы были с Карел и Ники. Если повезет, это как раз они и спускаются. Нам хоть когда-нибудь везло? О, они! Это было не слишком вероятно. Я знаю одно. Этот лифт у меня уже в печенце. Я уже знаю, что Петер Крилл отец держит. Меня это слишком мало, голыш. Кто-нибудь еще волнуется о том, что мы найдем в каюте Карел? Нет? Сейчас центрируйся на чувстве отцов. Я бил, гадов, бью и буду бить. Все как раньше. Какие бойки нет? Кажется, нам надо поговорить с Котма. Кода! Сообщить о твоей связи с этим делом. Что именно этот пылесос переросит, сделал ускоряться? Есть. Все мрачные. Если честно, у меня плохое предчувствие насчет Карел и Ники. Забудь Карел и Ники. У меня плохое предчувствие насчет нас. Покажи! Ники! Все целы. Они нахмены. Все. Ты теперь всегда будешь в папашу играть? Все в порядке. Мы можем за себя постоять. Я знаю, просто... Мы их найдем. Спокойно. Значит, каюта Карел где-то наверху? Ну да. Надо туда подняться. Я тут подумала. Ники. Снова этот гад. Да-да, он тормозит. А ты думал? У него эмоциональная зрелость, как у двух лет. Это же офис Реквиля. О ком еще? Чтоб вы знали, я суперэмоционально зрелый. Ты осознаешь, что готов скорее сунуться в комнату со смертоносным газом, чем принять ответственность за дочь? Неправда. Хватит психоанализа. В отчет для пса. Нет тут ничего для отчета. Зато чем дольше мы их не находим, тем дольше можно притворяться, что они в порядке. Но спасибо. А ты разве не должен разбираться с аккумуляторами? Вперед, в каюту Карел. Я тут думал. Давай, Квилл, признай, ты ведь психуешь. Нелегко, наверное, оказаться папашей раздолбаем. И все равно я остаюсь тем, кто я есть. Я держусь огурцом. Я есть Грут. Грут говорит, что все его знакомые огурцы жуткие трусишки. Так, дело дрянь. Здесь было сражение. Да, я на это и реагирую. И я по-своему. Мне это не нравится, Питер. Да, тут была перестрелка, но кто в ней победил, мы не знаем. Я думаю, что знаю. Квилл, где находится эта каюта? Она где-то здесь. Пойди, найди что-нибудь в этом бардаке. Момент сомнений иди на смрад смерти. Момент сомнений ватчо для пса. Мы заблудились. Мы не заблудились. Есть тут кто? Карел? Ники? Никого. Точно никого. Может, прячутся. Тут всегда были странные надписи на стенах. Попробуй взломать ее компьютер. Может, смогу стереть досье на себя? Ракета! Шутка! Я посмотрю бортовой журнал, чтобы узнать, что произошло. Ладно. А мы пока осмотримся. Может, найдем какие зацепки? Никит! Я вижу следы потасовки, Питер Квилл. Да. Ничего хорошего. Аппетитно. Наверное, это ее старший. Она часто о нем рассказывала. Он ведь был на Хале? Когда читал... Да. И муж ее тоже. Это объясняет ее бесстрашие отражения. Ей нечего было терять. И вовсе она на меня не похожа. Она синяя. И почему Карел мне о ней не сказала? Она пыталась ее защитить. По законам Кри о чистоте крови. Кри с тобой карается смертью. Это ты так шутишь? Кри очень серьезно относится к чистоте своей крови. То есть, когда Карел говорила, что нам нельзя... Она говорила всерьез. Удостоверение личности Ники. Но что-то с ним не так. В каком смысле не так? Не пойму, какое-то оно неправильное, что ли? Не уверен. А дата ее рождения на этом документе есть? Соответствует она сроку вынашивания укреплений? Я не в курсе. Что там с терминалом? Здесь неплохая защита. Нужно время. Ладно, ждем. Что это? Угроза какая-то? Согласно законам о чистоте крови, Совет Кри требует свидетельства происхождения Ники. С точки зрения закона, отношение с тобой было весьма предосудительным. Из других точек зрения тоже. Плохо дело. Для тебя? Да нет, для Ники. Думаете, в этом как-то замешаны Кри? Совет Кри действует прямолинейно. Если они хотят кого-то покарать, об этом узнают все. Карел и Ники показательно повесили бы. Так, я в системе, но новости неутешительны. Что ты нашел? Иди и сам посмотри. Эй, Квилл! Хочешь глянуть, что я нашел? Что здесь такое? Пусто. А наш капитан должна вести журнал. А ты ведешь? Я о чем? Записи пропали. Все! Словно мера сознания попыталась вообще все отключить. Выключить и включить. Пробовали? А резервные копии? Разве на кораблях корпуса нет для этого специального сервера? Точно. Нексус, да. Если в системе остались фантомы, то... Я в этом не участвую. Не в буквальном смысле фантомы. Он про остатки данных. Так? Да. Но придется подключиться к Нексусу напрямую. С мостика корабля. Мы не уйдем, пока не выясним, что случилось. Значит, идем на мостик. Судя по схеме корабля, мостик должен быть там. В отчет для пса. Это ж один из тех жрецов. Значит, церк... О, нет. Твой же хвост. Я сваливаю. Не двигаться. Куза. Куза. Отчет, Люксан! На нас напал! Гигантский робот? Премный шред. Премный гигантский робот-шред. Ладно, да. Это точно должно войти в отчет. Мы просто должны были типа пройти по коридору. Правда? И сейчас все внук. Мне кажется, либо вообще пофиг. Гред, гигант. Придется постараться как следует. Раньше церковь никогда меня так не интересовала. Все, сосредоточься. Нас хотят пригончить. Мне нужна помощь. Питер, ты ему поможешь? Он не хочет склониться перед нами. Значит, эта штука всех киндотики... Давай, другую. Эй, Квилл! Коберев! Да дальше, Квилл! Где такой древний ритмобилк? Развист по хребу! Орвиев, тигр! Питер Квилл! У убийцы неприятности! Видимо, кто-то решил, что это самая важная часть корабля. А, да-да! И еще присматривает зацессу из управления. Смерть! Такое ощущение, что я палю к нему уже вечность! Квилл! Надо вырвать его поскорее! Квилл! 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 Я жажду разрушать! Я устранил угрозу! Повращайся в битву! Фитера убили! Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, церковь в этом как-то замешана? Безусловно, но вопрос в том, как идем? Разберись здесь! Отлично! То есть из-за этого корпус снова свистнулся? По мне, как это тебя убивает, они сводят с ума! Смотрите, какой огромный, уродливый робот! Решение очевидно! Сначала надо уничтожить его! Гастер мне не очень! Питер, ты ему поможешь? Раньше, церковь, никогда меня так не интересовывали! Засредоточься! Нас хотят приколить! Выпусти меня! Весь! Мять! Такой огромный робот может немало быть! Значит, эта штуковина охраняет серверы? А, да, да! И еще присматривайся за центром управления! Что дальше, Питер? Эта губка для патронов у меня уже в плечонках сидит! Я что-то не подрезанно! Резкий поворот! Эй, убью тебя! Мне тут не помешает помощь! Вот чё! Рут, время обнимашек! Я даже поцарапать его не могу! Нужно рассказать собаке о жреце! Роботе, жреце! Грут говорит, псины не отвечают! Продолжай вызывать! Мы подумаем, как отсюда выбраться! Правда? Это же серверные, так? А серверы — это информация! И что, я провод от сервера в башку себе воткну? Нужен центральный терминал! Ты сказал, мостик в той части коридора! Значит, надо перебраться туда и наверх! Ну и... Как перебраться? Визор у Питера! Если он его не сломал? Не сломал я его! Никогда не понимал, с помощью какой магии хранить столько информации! Это ты про серверы? Про всё! Серверы, компьютеры, технику! То есть ты вообще не понимаешь, чем я занимаюсь? Именно! Нормально! Достойно, Питер Квилл! Откуда мне знать, почему Пудель не отвечает? Пытайся снова! Возможно, стоило допросить робота-жреца? Так, судя по той карте, Нексус должен быть прямо над нами! Хм, мне швырнуть, грызуна? Нет! Да брось! Ладно, осмотримся. Может, что найдём? В отчёт для Пса! Нам повстречался новый могучий противник! Фантомы не обнаружены! Да не буквально фантомы! Фантомные данные! Следы сёртой информации! Эм, дано его! Пусть думает, что это фантомы! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эй, Грут, еще не удалось связаться с Космо? Я есть Грут? Нет, никак. Доберемся до мостика, сигнал наверняка будет лучше. Не-е-е, оно не так работает. Ну вот, добрались. Командный центр. Значит, вон там находится терминал управления Нексусом. Надеюсь, там будет то, что мы ищем. Квилл, доверяю это дело тебе. Это для тебя нетипично. Небось думает, что терминал заминирован. А, это все объясняет. Э, это не мне тут не имется узнать, что случилось. Пусть сам все... Заблокировано. А хотя... Ники очень не хотела, чтобы Карелл знала об этом ключе. Да чтобы карточка какой-то девчонки открыла доступ к Нексусу. Готова. Шутишь? Молдав! Получилось. Открой досье преступников. Там мое личное дело. Это список ведроголовых. Ах, Квилл, мы и так знаем, что твоя подружка тут работает. Агент Таноса? Гамора, как ты это объяснишь? Никак. Зацените, и у Ники досье. Скучно. Я слышал о нем. Он был героем. Вот только мертвый герой ни хвоста не значат. В отлучке? Это специально врезалось в Левиафана, но он все равно считается лучшим пилотом, чем Квилл. Эй! Что? Тьфу, у них список приводов один на двоих. Про этого я слышала. Он из Смертельного Легиона, это такая частная армия. Да что у вас, землюков, за тяга к дебильным именам? Какой, оказывается, у Дракса список приводов длинный? Мать твоя так же сказал. Я думала, там будет больше. Как же мало они знают. Я лишь крут. Тебя, кумпологоловым? Для сравнительно оседлого вида, земляне много где побывали. Тебе знаком этот землянин? То, что мы оба с земли, не значит, что мы знакомы. О, тут подружка Дракса. Леди Хеллбендер не моя подружка. Пока что. Где-то я его уже видел. Великий объединитель Рейкер. Что же ему было нужно в карантинной зоне? Вряд ли что-то хорошее. Читайте и завидуйте, сосунки. Нет такой статьи, которую бы нам с Гротом не предъявляли. Вот так. Ого. Окопы умеют впуститься во все тяжкие. Обвинитель — это эквивалент судьи, присяжных и палача. Ну да. Ого. Еще один землянин. Да я ж говорю, Квилл. Ц-53 — помойка галактики. Кстати, из назначенной Йонду награды мы встретили Квила. Мне незнаком этот Квилл. Он из безымянных. О, страшно. Тут наверняка что-нибудь будет. Эй, а это не... Корабль, который мы обшарили в карантинной зоне? О. Когда сделана запись? Сигнал усилился. Значит, мы близко. Насколько? Не ясно. Слишком много помех. Центурион Коралл. Посмотрите. Эй, что ты здесь? Берегись! Да! Бегись! Она вошла после нас. О, мять. Ты, а тварь. Как считаешь? Это существо съело нашего монстра. Фу. Да там миллион таких. Туда ведь не зря летать запретили. Я их не буду. Нет, это ты, Юлиш. Эта тварь не имеет к нам отношения. Камень, что подняла Коралл. Кажется, мы в него стреляли в карантинной зоне. Э, мы? Ты в него стрелял. Ладно, я не об этом. Из него появилась та странная тень. Мы причина. Карантинная зона. Большая душегубка. Ну, выпустили мы эту тень. Сами-то выбрались. И твоя подружка, скорее всего. А говорил всю дорогу, что она скорее мертва. А, может, жива, может, мертва. Неважно. Главное это, мы все целы. Коралл крутая. Если кто и выбрался, то она. Я знаю. Ладно, давайте посмотрим. Да, прям глаз не оторв... А я-то думала, как они нас засекли? А это не тот буровой корабль из карантинной зоны? Я все же не понимаю, как корабль церковника взорвался. Корпус снова славится дотошностью в вопросах безопасности. Гляньте-ка, стражи галактики. Вы поняли нас неверно. Да что уж тут непонятного. Жертвовать иногда приходится... А кто его знает? Грут, подсечку давай. Объединитель. Рейкер. Верно? Без дураков. Нам льстит, что мы у вас на слуху. Правда, ребят? И так круто, что вы не пришили нас сразу. Да еще при помощи ваших горилл. Они было собирались порвать нас, но появились вы. В общем, за это мы вам благодарны. Но просим вас ответить на парочку вопросов. Скажем... Где сейчас Центурион Корелл? И ее дочь? За правдой вы сюда пришли. Радуйтесь. Матриарх желает ее вам открыть. О, вот это совсем не круто. Да, есть кончик. В смысле он не отвечает? Идем. Матриарх ждет. Да, есть кончик. Да что там с паспортом? Ничего, псины не отвечают. Вот засада. Хорошо, что эти ухвостища нас не разоружили. Показывают, что не боятся. Проверенная тактика. Кататианские воины часто идут в бой, в чем матерь дела. Стриптиза не нужна. Слушай, это могло бы отвлечь их внимание. Да, не то. Есть другие идеи. Спазм сможешь? Даже с пеной. И с судорогами. Да, могу изобразить. Ладно, как мои кноты в припадке на пол вались. Они тобой будут заниматься, а мы в один из коридоров дернем. А мне как быть? Ты, в общем, это, ты проявишь героизм. Я не собираюсь. Прошу за мной. Ну же, Квилл, вались. Изобрази подучую. Давай другой план. Так матриарх прям нас хотела видеть? Именно тебя. Не понимаю, почему. Питер вообще полон сюрпризов. Хотя, если речь о том, кто первый на промывание мозгов. Вот что вы думаете? Что мы промываем мозги? Мы столкнулись с вашими обращенными. Назвать их фанатиками ничего не сказать. Они приняли обещание матриарха. Да, это меняет личность. Но они пошли на это добровольно. Квилл, тот дрон. Это наш шанс. Что? Как? О чем это вы шепчетесь? Ну? Я не суть. Спрашивает, в курсе ли ты, что ты злодей? Упрощенные понятия типа добра и зла довели нас до галактической войны. И что теперь? Ничего. Мы потеряли очень много. Обещание матриарха все изменит. В свете веры мы соберемся. Не будет больше ни страдания, ни слез. Все погибшие на войне вернутся. Обещание вернет умерших? Конечно нет. Они не могут вернуть умерших. Не мы, но матриарх. Священный сосуд. У меня идея, но нужно время. Отвлеки его. Что за... Ну, смелее. Если бы я хотел вас убить... Ух ты. Обалдеть, это... Вот это крутяк. В чем фокус, объясните. Колдовство. Меня не удивляет, что некоторые думают так. Но я применил науку. Это наука вера. Вера наука, Уздо. У веры энергия есть. Этот бот. Мои инквизиторы. И даже... Сама Сакралия. Все питается одной и той же чудесной энергией. Энергией, открытой мной. Я Хакна Дрон. Отвлеки его. Что сейчас? Что? В чем дело? Скажите... Это... Это ваше открытие дало вам возможность... Энергией пользоваться. Энергией веры. Да. Просто... Мне кажется, энергия... Как ее? Веры. Она... Очень... Я думаю... В общем, Гамора имела в виду... По вашим словам, у вас столько... Энергии веры. Да, но... Мы встретили вас впервые. На Надежде Халы, где помнится, вы застряли без топлива в челноке. Да, это правда, но... Тогда, что ж вы не поверили, что ее еще немного до осталось? Не так это действует. Энергия веры из веры же и выделяется. Безусловной веры. Ну да, конечно. Я свидетель тому. Безусловная вера в него — это то, что помогло нам выжить. Бли... Ну, продолжайте же. Стойте. Вас было больше. Что? Нет. Нет, не было. Сей факт мы бы из виду не упустили. Конечно. Прошу, дальше. Так увлекательно слушать про... Вы упомянули каких-то их. А кто это? О чем ты? О чем вы говорите? И... Не могли бы вы поговорить об этом еще? Я рассказывал о нем. Целители, что отказался вернуть к жизни моего сына. Ты слезай немедленно. Встань к остальным. Что? Я просто не обману. Молчать! Молчать! Сейчас вы встретитесь с Матриархом. Так, нужно вызвать Милана. Как? Отвлеки ты великого уморителя, я бы тебе ответил. А так будем искать ретранслятор. Бессмысленно. Этот корабль чрезвычайно обширен. Ладно, можем спросить дорогу у подружки Квилла, после того, как она нам мозги перелопатит. Кончай. А что? Мы все так думаем.